Всем привет! Ну, во-первых, сразу хочу выразить благодарность представителю Honor и Huawei за то, что заслали мне эту самую свежую горячую новинку Honor 20 Pro. Но так как я уже предвижу, что интернет, да в принципе, он уже сейчас заполонен обзорами, самыми разными, маленькими, большими, короткими, некороткими, так вот, я подумал, что в этом видео я сделал основной упор на самую главную фишку этой модели. Это, конечно же, камеры. Но сначала я бы хотел попросить вас помочь мне разгадать загадку моего коллеги по техноблогингу Мишане. Xiaomi Mi 9. Вот здесь отпечаток пальца, я разблокирую смартфон. А теперь, внимание, сюда. Я разблокирую смартфон другим пальчиком. Это работает замечательно. И самый главный нюанс всего этого бреда в том, что у меня зарегистрирован только один отпечаток пальца. Разгадку тайны и годное сравнение Honor 20 и Xiaomi Mi 9 вы найдете в видео Михаила. А ссылочку на его канал я оставлю в описании. Ведь по факту, ключевое отличие Pro-версии от обычной кроется именно в камерах. Нет, тут стоит тот же самый сенсор Sony, но вот оптика здесь стоит гораздо круче. Тут цветосила f1.4. Вдобавок, тут есть оптическая стабилизация и лазерная подсветка автофокуса. Конечно же, это не единственное отличие. Например, прошка поставляется в двух прикольных цветах. Мерцающим бирюзовым и ими таким мерцающим фиолетовым. Смотрится смартфон реально прикольно. Он переливается на свету, но вот эта еще более выступающая площадка с камерами лично меня несколько раздражает. Из-за нее смартфон лежит на столе неровно и покачивается при нажатиях. В остальном же это все тот же Honor 20. Хотя нет, стоп, отличия в железе все же есть. У Honor 20 Pro 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, в то время как у простой версии 6 и 128 соответственно. Но единственный минус, здесь уже невозможно поставить карточку расширения. А вот процессор остался тот же Kirin 980. Это фактически топовый восьмиядерный Huawei. 300 тысяч в Antutu это более чем круто даже по сегодняшним меркам. Работает смартфон под управлением EMUI 9.1 с натянутой на него оболочкой Magic UI 2.1. Тут все очень знакомо даже по более старым моделям Huawei. Так что если вы решили проапгрейдиться до новинки со старенького Huawei или Honor, никакого дискомфорта вы не испытаете. Дисплей Honor 20 Pro можно сказать не очень большой по современным меркам. 6,26 дюйма. Причем за счет фронтальной камеры, которая расположена в углу экрана и для которой в дисплее сделана дырка, габариты смартфона по трем осям не такие уж и большие. 154 мм в высоту, 74 мм в ширину и 8 мм в толщину. Прошка капельку толще простой версии, а все из-за чуть более емкого аккумулятора. Тут он полноценный 4 Ач, а в обычной версии на 250 мАч меньше. Матрица дисплея IPS, никакой не оболет. Разрешение Full HD+, то есть 2340 на 1080 пикселей. Разрешение обусловлено широкоформатностью экрана. Спереди ничего нет, сзади камеры, снизу порт USB Type-C, сверху датчик освещенности, а вот на правом боку качелька регулировки громкости и кнопка питания с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Это позволяет разблокировать смартфон без лишних манипуляций. Нужно лишь приложить палец к кнопке питания. Это действительно удобно. Вообще, все это я говорил в своем недавнем видео, где я сравнил Honor 20 и Honor 20 View. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите, в конце вот где-то здесь будет ссылочка. Единственное, что надо отдельно сказать, так это то, что в Honor 20 и Honor 20 Pro нет инфракрасного порта. Совсем нет. Вообще нет. Абсолютно нет. Не было и не будет. Да, я смотрел сверху, там инфракрасного порта я не нашел. Все, надеюсь, на этом вопрос закрыт. Ну а теперь давайте перейдем к сути этого видео. На сегодняшний день, мне лично кажется, где-то 90%, если не больше, фотографий в интернете сделаны именно на смартфон, а не на фотоаппараты. В принципе, логика у пользователей есть. Смартфон всегда с собой, им можно быстро сделать кадр, тут же поделиться им с друзьями, там через социальные сети или выложить в инстаграмчик. А фотоаппарат-то же так сложный, его надо сначала вытащить, включить, сделать кадр, потом надо вытащить флешку, подключить к компьютеру, закачать фотку на компьютер и уже с компьютера куда-то там отправить. Да, согласен, логика в этом есть. Смартфон в этом плане гораздо удобней. Ну и ситуацию усугубляет, как ни крути, но все-таки постоянный рост качества камер на смартфонах. Скажем, если сравнить современный флагман с флагманом там 3-5 летней давности, то разница будет разительной. Шутка ли? Но моя основная камера, на которой я снимаю это видео, Panasonic GX85, делает снимки в разрешении 16 мегапикселей. А вот этот Honor в разрешении 48 мегапикселей. И обычный пользователь скажет, да нафига мне брать этот фотоаппарат, у меня смартфон делает снимки в три раза круче. Но мы-то с вами умные, поэтому возьмем и сравним качество фото с Honor 20 Pro с фотографиями, сделанные на мою камеру Panasonic GX85. Сразу скажу, я включил режим блондинки, то есть и на смартфоне стоит автоматический режим, и на камеры я поставил интеллектуальный автоматический режим. Ну потому что все-таки как ни крути, на большинство пользователей, даже когда покупают какую-то, например, недорогую зеркалку, они все равно преимущественно снимают в автомате, потому что что хотят? Чтобы не заморачиваясь, нажал одну кнопочку, кадр готов. На смартфонах, собственно говоря, это всегда практически так происходит. Да, здесь есть ручной режим, можно подстроить экспозицию и так далее, но этим практически никто не заморачивается. На фотоаппаратах, конечно же, 90% смысла теряется, если снимать полностью в автоматическом режиме, но, как я уже сказал, большинство просто не очень любят ручной режим и снимают в автомате. Поэтому я включил режим блондинки, здесь автомат и там автомат. Ну и что из этого вышло? Давайте посмотрим. Сначала давайте глянем на обычную широкоформатную камеру смартфона. Разница в угле обзора существенна, но широкоугольной камеры и разрешение меньше, всего 16 мегапикселей. И если приблизить, то видно, что и 16 мегапикселей тут весьма условные, хотя картинка в меру резкая. Если посмотреть на листья, то видны хроматические аберрации. Итак, слева у нас смартфон Honor 20 Pro, справа камера Panasonic GX85. Для начала глянем на кроп снимка с камеры. Видно, что 16 мегапикселей и камера, и штатный объектив полностью разрешает. Объекты в зоне грипп резкие, видна микрорезкость, четко виден каждый пиксель. На Honor же, кстати, можно выбрать либо максимально допустимое разрешение в 48 мегапикселей, либо 12 мегапикселей. И тогда нам доступны виртуальные зуммирования, что на самом деле является ничем иным, как кропом. Так вот, лично мне кажется, что ставить 48 мегапикселей не имеет особого смысла. Посмотрите на кропы. Видно, что супер детализации мы все равно не получаем. И хоть 48 мегапикселей тут похожи на честные, но все равно при обычной съемке супер разрешения мы не видим. Очень хорошо виден шум картинки, хотя, заметьте, снимал я при очень ярком солнце. Особенно хорошо заметна разница в разрешении на этом снимке дерева. Смотрите, это кроп с фотоаппарата, а это кроп с Honor. Прекрасно видно, что с фотоаппарата и резкость, и детализация выше. Смотрим следующий кадр. Фото с Honor кажется как бы покрыто некой пеленой, из-за чего картинка хоть и в меру цветастая, но фото с Panasonic более насыщенное и более резкое. Особенно хорошо видна разница в детализации на кропе. Аналогично и на этой фотке, но тут Honor поймал зайчика, хотя фотоаппарат ничего не словил. А теперь посмотрим на фотку с фокусом на близкорасположенном объекте. Ну, удивление, Honor отлично размыл задний фон практически на уровне Panasonic'а, но детализация опять же смартфон проигрывает. На фото паровозика тоже видна разница в резкости и детализации. В принципе, если не смотреть на деревья в левом верхнем углу, то прям такой конкретной разницы на первый взгляд не заметить. Но она, конечно же, есть. А вот фото фонтана у Honor получилось реально лучше. Тут и резкость у Honor даже получилась повыше. Я, честно говоря, не знаю, чем это обосновать. Видимо, так сложились условия съемки. Но смартфон в данном случае реально выиграл. На еще одной фотографии фонтанов, если прям не придраться, то наблюдается условный паритет. Конечно же, снимок с камеры по-прежнему чуть четче, но все равно результат очень схож. И фото струи воды тоже в целом достаточно схожи. Если не впиваться глазами в кропы, то, на вскидку, фото в плане детализации очень похоже. На этом фото сумка, опять же, находится относительно близко. И потому смартфон выдает очень схожий с фотоаппаратом результат. Конечно же, видна разница в микрорезкости, фотоаппарат все равно впереди, и даже более высокое разрешение смартфон не спасает. Но опять же, в целом фотки очень схожи. Разницу разительной не назвать. А вот на фото очень близко расположенного предмета лучше видна разница в резкости. Посмотрите на ладони. На кадре с фотоаппарата отлично видны все линии. На фотографии плеера ситуация аналогичная. Но если смотреть на сам плеер, то картинка, опять же, очень схожая. Ну и последней идет фотка меня. И на мой взгляд, снимок со смартфона смотрится не сильно хуже. Что я могу сказать по итогу? На самом деле, у меня напрашивается два вывода. Первый. Да, мой фотоаппарат даже в автоматическом режиме снимает лучше. Но разница хорошо видна лишь при тщательном изучении кропов. Если смотреть фотки на смартфоне, или же на компьютере, но не сравнивать вот так вот лоб в лоб снимки, то в 99% случаев обычный человек, скорее всего, просто не увидит существенной разницы. То есть, в принципе, можно говорить, что для фоток в социальной сети и тот же Инстаграм, если вы не занимаетесь профессиональной фотографией, качество камеры хорошего смартфона реально за глаза. Ну и второй вывод касательно Honor 20 Pro, да и, в принципе, и обычной 20-ки. Лично я не вижу смысла ставить максимально доступное разрешение 48 Мп. Если вы не собираетесь печатать фотографии, то разрешение в 12 Мп выглядит оптимальней. Ну, как минимум, с точки зрения занимаемого места. Все же, на мой взгляд, в большинстве случаев разрешение не тянет на 48 Мп. Ну а раз так, то какой смысл хранить более тяжелые фотографии? Ну и резюмирую. Если честно, я в шоке. Действительно, современные смартфоны могут тягаться с обычными фотоаппаратами, ну, конечно же, если мы не говорим про профессиональную фотографию. Реалии таковы, что сегодня, наверное, 9 фотографий с 10 делается именно на смартфон. Но если раньше это можно было оправдать исключительно удобством, потому что смартфон всегда с собой, то сегодня этому способствует и действительно высокое качество снимков, которые можно получить со смартфона. Да, совсем забыл сказать про цену. В официальном магазине простая двадцатка стоит 28 тысяч рублей. Honor 20 Pro стоит 35 тысяч. И там, и там дают в подарок гарнитуру и фитнес-браслет. Своё личное мнение, как всегда, напишите в комментариях. Ну, а у меня на этом всё. Большое спасибо, что смотрели это видео. Не забываем писать комментарии, ставить лайки этому видео, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а меня по-прежнему зовут Максим. Вы смотрели хп.ру. Всем пока!